Ре! Вис Этерс Ирте! Производство посреди зелёного посёлка. Жители края Гаркалны выступают против строительства у себя под окнами предприятия по производству чистящих средств. Говорят, Дума без всякого общественного обсуждения дала добро на начало реализации проекта. Сергей Герасимов выяснял, как появился завод. Андрей в посёлке Буцине живёт уже 10 лет и покупал здесь недвижимость с мыслью о зелёном уголке недалеко от столицы. Новость о стройке химического производства застала его врасплох. Будут срублены деревья за его спиной, но есть и невидимые угрозы, говорит Андрей. Здесь внизу есть подземное озеро с очень-очень чистой водой. Оно огромное и оно связано со всеми озёрами, которые находятся вокруг. Это и Балтезерс, и Югла. И как мы знаем, что питьевую воду добывают в Балтезерсе. Если здесь появится любое какое-то производство, связанное с химическим производством, всё равно будет запрет использовать эту воду для питья. Вот шоссе Е67, Рижская окружная дорога. Вот живая изгородь, которая отделяет дорогу и шумы, которые она производит от жилого посёлка. Ну а вот там через несколько десятков метров уже и жилые дома. Строить производственное предприятие здесь не позволяет не только логика местных жителей, но и, по их словам, территориальная планировка. Мы представлены перед фактом. Дума проголосовала. А жителей она спросила, окружающих. Если здесь за пару дней 130 подписей собралось уже сразу, а ещё никто серьёзно эти подписи не собирал, ну это для начального заявления, то здесь несколько тысяч подписей будет легко собрано. Здесь у каждой семьи по двое, трое, четверо детей. Родители сюда приехали для чего? Для того, чтобы дети проводили больше времени на воздухе. В Думе Гарконского края русскому вещанию сообщили, что этот участок находится на территории смешанной центральной застройки. То есть строительство лёгкого производства там разрешено. Предприниматель обратился к Думу, чтобы мы рассмотрели его предложение, но чтобы мы не дали разрешение, потому что нам закон не позволяет сразу дать разрешение, а рассмотреть вообще вариант, возможность продвижения такого проекта в будущем. В Думе также отметили, что когда предприятие подаст первоначальный проект в стройуправление, тогда и будет решён вопрос об общественном обсуждении. Так что, дорогие жители Буцани, это ничего не пропущено, это просто такой порядок. Между тем представители компании BioOrg, которые и хочут строить завод, говорят, что под Гарконне будет производиться стопроцентное биологическое моющее средство, которое состоит из бактерий, а сам участок под строительство принадлежит предприятию уже давно. Нам для непосредственного производства требуется порядка 300 квадратных метров. Общая застройка планируется порядка 1000 квадратных метров на участке в 6000 квадратных метров. Общие рабочие места мы планируем создать где-то до 20 рабочих мест. В принципе, любое производство становится настолько незагрязняемым, что любой частный дом загрязняет среду намного больше, чем производство. Нам ещё должны будут сказать спасибо за то, что мы там построимся, потому что одно из наших продуктов, которые мы будем производить, это непосредственно для очистки почвы и канализационных вод. Проект производства планируют закончить в этом году, а в следующем начать и закончить строительные работы первого этапа, если результаты общественного обсуждения не сорвут планы. Сергей Герасимов, Кришьянин Слэйт из Латвийской телевидения.